Дорогие друзья! Мы начнем с вирусных сезонных инфекций или инфекционных вирусов, которые, как бы мы ни старались с ними бороться и как бы не побеждал в какое-то время коронавирус, но все-таки они вшиты в матрицу нашей жизни. Какие актуальные, активные сегодня, как с ними справляться, а еще лучше, как их предотвратить? Да, сезонные ОРВИ всегда имеют место, независимо от подъема заболеваемости другими заболеваниями, которые распространены на сегодняшний день до коронавируса. Все равно, независимо от этого, встречаются вирусы группы ОРВИ. На них мы тоже сегодня остановимся, но я бы сегодня хотела рассказать также о инфекционном мононуклеозе, или, она еще называется болезнь Бехтерева, или болезнь поцелуев. Он имеет круглогодичную, распространен он, да, то есть круглый год регистрируется в случае, но заболеваемость им повышается в осенне-зимние, осенне-весенние периоды. Простите, вы сказали вирус поцелуев, да, болезнь поцелуев. Это, значит, болезнь всех людей, вообще не только детская? Да, да. Инфекционным мононуклеозом, если брать у людей кровь на антитела к инфекционному мононуклеозу, то к 5 годам 50% населения будут иметь антитела памяти, то есть антитела класса G, значит, они уже контактировали, да, с инфекционным мононуклеозом, а к 40 годам 95%, ну, 90-95. А это значит, что в той или иной форме все мы переносили инфекционный мононуклеоз. В детском и раннем возрасте в основном он переносится бессимптомно, то есть это просто контакт с вирусом, да, вырабатывается в организме антитела, и ничего не происходит, то есть никакого заболевания не происходит, просто организм проконтактировал, антитела выработал, всё, да, он как бы уже с ним знаком. Также может протекать в лёгкой и стёртой форме в виде обычного ОРВИ, без характерной клиники, и тоже формируются антитела. Уже в возрасте вот с 2 лет больше, чаще 14-16, и у мальчиков в основном 15-18 лет, это уже встречаются, то есть типичные формы, да, инфекционного мононуклеоза. Вообще инфекционный мононуклеоз, он вызывается вирусами герпеса, как и многие другие заболевания. А чем он тогда так опасен, если в детском возрасте он, в общем-то, протекает бессимптомно, и потом у нас есть антитела, а в чём тогда опасность этого заболевания? Ну вот он опасен как раз для тех, кто не контактировал с ним в детском возрасте. А почему он называется болезнью поцелуев? Как раз потому, что в возрасте 14-18 лет, да, молодые люди начинают целоваться, вот так же болезнью студентов называют, да. Взрослые люди своим детям с поцелуями передают тоже со слюной этот вирус. А большинство людей, переболевших, которые имеют антитела, периодически выделяют этот вирус со слюной. То есть не болеют, но выделяют. И они как раз являются основным таким массивом, который распространяет этот вирус. Да, поэтому он постоянно регистрируется. Никуда не может деться, потому что даже если ты не болеешь, ты его выделяешь периодически в течение жизни. Может быть, тогда правы те, кто как-то критично относится, допустим, в соцсетях, когда публикуют фотографии, что родители целуются с детьми в губы, да, вот такой поцелуй, там, мама с дочкой, там, чмокнули друг друга в губы. И вот с позиции врача действительно ли не стоит так делать, и достаточно там тёплых объятий, поцелуя в щёку ребёнка. Может быть, действительно не нужно лишний раз подвергать всё-таки взрослый род и детский род – это разные рты. Ну, это многофакторный вопрос, если так на него посмотреть со всех сторон. Ребёнку надо контактировать с различными бактериями из окружающей среды. В том числе ему надо наращивать свою нормальную флору на слизистых. А это значит, что ему нужно контактировать, да, то есть через поцелуй. Но при этом не в слишком раннем возрасте, потому что некоторые родители, вот, если пустышка падает на пол, не кипячёной водой её споласкивают, да, а вот… Своим собственным ртом стараются обработать. Это, мне кажется, уже просто где-то за гранью, но раньше так очень часто делали. Да, в таком раннем возрасте это, конечно, может не очень хорошую вещь сыграть, да, потому что сами-то взрослые не болеют, но могут являться переносчиками заболеваний бессимптомными. Поэтому они говорят, мой ребёнок заболел, ну, просто так, извини, откуда я не болею, никто не болеет, почему он болеет? Ну, вот потому что, да, потому что… Всё-таки личная гигиена должна быть обязательным условием, хотя в период вот гормонального всплеска, пубертатного периода невозможно проконтролировать своего ребёнка, потому что он растёт, познаёт мир, и, конечно же, у него там случается первая любовь и первый поцелуй. Тут уже никак не застрахуешь своё чадо. Да. Ну, вообще, он низко контагиозен, этот вирус, то есть им не так легко заразиться. Надо близко находиться с источником, кто выделяет вирус, да, либо из одной тарелки есть, может быть, из одной бутылки пить. Ну, дети так часто делают, тут ничего не сделаешь, да, вот как-то из одного стакана может пить. То есть должен быть близкий контакт. Либо если, например, в одной квартире много живёт людей, да, вот, если ребёнок в лагере был, что-то вроде такого, где в одной комнате много народу тоже живёт. Ну, это никуда не деться, да? Если всё-таки ребёнок заразился этим заболеванием, и он им начинает болеть, в чём сложность этого заболевания, и как нужно родителям реагировать, чтобы помочь своему ребёнку? Ну, инфекционный мононуклеоз начинается, как обычно, ОРВИ, да, с насморка, горло болит у ребёнка. В дальнейшем, если это стёртая форма, этим всё и ограничивается. Если это классическая форма, да, типичная форма инфекционного мононуклеоза течения будет, тогда начнётся увеличение миндалин с появлением на них белого налёта. Это может быть принято за ангину, потому что это похоже на ангину. Будут увеличиваться региональные лимфатические узлы, то есть лимфатические узлы, которые у нас находятся в подчелюстной области, шейной области, как правило, увеличиваются при инфекционном мононуклеозе, но могут все группы увеличиваться, и подмышечные, и паховые, и брюшные тоже. Да, если это типичная неосложнённая форма, то будет вот эта вот лихорадка, интоксикация. То есть ребёнку будет плохо, он будет говорить, что у него болит голова, там слабость, да, отказ от еды. А у взрослого тоже так может протекать заболевание? У взрослые практически не болеют инфекционно, потому что они всё переболевают, вот когда маленькие были, либо бессимптомно его переносят. И они болеют инфекционным мононуклеозом только если у них действительно имеется недостаточность иммунитета, да, сниженный иммунитет, не просто сниженный иммунитет, они только что переболели у РВИ, у них сниженный иммунитет, да, а серьёзное, то есть заболевание со снижением иммунитета. Только в этом случае они могут ещё раз заболеть, ну, острой формой вот инфекционного мононуклеоза со всей клиникой. А взрослые люди, как правило, не болеют инфекционным. Это надо, чтобы серьёзно снизился иммунитет, болезненно снизился иммунитет. Вот те симптомы, которые Вы назвали, их можно, в общем-то, запросто перепутать действительно с обычной ангиной, когда тоже и лимфоузлы увеличиваются, и горло краснеет, и могут появиться налёты на миндалинах. Да, поэтому если налёты на миндалинах появляются, уж не стоит заниматься домосамолечением, да, показать врачу, потому что налёты в раннем периоде, налёты при инфекционном мононуклеозе, они не похожи на ангину для обычного врача, он поймёт, что это не обычная ангина. И, к тому же, увеличение лимфатических узлов протекает с пастозностью, то есть нарушается ток лимфы вокруг, да, и лицо становится у ребёнка отёчное, такое, могут быть глаза отёчные, дыхание носом практически отсутствует, потому что вместе с лимфатическими узлами увеличиваются и миндалины. Ага, а миндалины — это тоже, по сути, лимфатические узлы, просто они немножко по-другому построены, они на слезистой стоят, да. Как раз они у нас эволюционно так расположены в месте, где больше всего инфекции должны останавливаться, они вот за носом у нас, за носовыми ходами, там внизу, и по бокам самые большие миндалины, которые мы можем видеть, да, и они увеличатся так, что ребёнок не может дышать носом, миндалины вот тоже будут увеличены, покрыты налётом белым, да. — Верно ли, что миндалины — это просто вот такие ворота, которые защищают наш организм от любых инфекций? И нужно ли тогда, допустим, мы всегда очистим зубы, да, там два раза в день как минимум, нужно ли полоскать тогда своё горло, вот глубокие полоскания, чтобы как-то помогать своим миндалинам справляться с инфекциями, которые они стараются на себя взять, чтобы не пропустить внутрь? Или я очень дилетантски рассуждаю? — Нет, ну, раньше, да, считалось, что полоскание горла может помочь. Ну, считается, что полоскание горла холодной водой — это как способ закаливания. — А, да? — Ага, но конкретно само полоскание горла помогает только если миндалины воспалены, отёчные, но большие по размеру, и на них есть налёт. — А как профилактика это не работает? — А как профилактика не работает, почему? Потому что, ну, человек просто не может так глубоко полоскать горло, куда там попадает вот это вот. То есть ждать, что стопроцентная защита будет от того, что вы полоскаете горло, ну, не стоит, да, потому что вы просто не можете так хорошо прополоскать горло, чтобы там ничего не осталось. — То есть это вообще технически невозможно? — Угу, невозможно. Считается, что это такая, в целях профилактики конкретно заболеваний, низкоэффективная процедура, хотя раньше считалось, что эффективная. Именно эффективно, когда есть заболевания, миндально увеличены, да, когда до них легко достать, вот когда с них что-то можно снять, то есть вот эти налёты, этими растворами, они же снимаются, да, уменьшаются, и вот тогда, да, эффективно. — Когда получается своё горло, нам никак профилактику невозможно провести, никак невозможно его защитить. То есть если ты уже контактировал с больным человеком, там как-то, или поцеловался, ты уже там в течение, не знаю, двух часов, например, не можешь себе помочь и предотвратить этот вирус. — Ну да, потому что... — Это прям плохое известие. — Со слюной всё равно оно быстро попадает на слизистую, и слизистой, если вирусы были, они попадают в клетки, с клеток в кровоток, и тут даже если вы через 4 часа после того придёте домой что-то прополоскаете, есть вероятность, что в это время уже вирусов, ну, он в крови уже есть, и тут тоже зависит от вашего иммунитета, ну, и от многих факторов зависит, да. Например, если вы столкнулись с малым количеством вируса, то вам ничего не будет, он будет ещё убит на поверхности клеток, потому что на поверхности клеток тоже есть специальные антитела, которые защищают нас в слизистой, да. Если вируса уже побольше, может быть, он попадёт в кровь, но его будет не так много, и его всё равно иммунные клетки все уничтожат. А если вируса было много, мы проконтактировали с таким большим количеством вируса, что он и в кровь попадёт, и клетки все его поймать не смогут, и он начнёт свои злые дела делать, да, разрушать клетки, вот, слизистая рта, ну, вот, фарингит, да, это уже поражение клеток, вот, и тогда уже, ну, да, ничего особо не сделаешь, если большое количество было. Также личные факторы в периоды, ну, психоэмоционального напряжения, да, истощения, все резервы организма тоже истощаются, и поверхностные наши вот системы защиты на клетках, они тоже истощаются, и тут может такое быть, да. Тогда, наверное, стоит как-то задумываться о том, как повышать свой иммунитет и о том, как своё состояние психологическое тоже держать в каком-то, может быть, таком состоянии более позитивном. Хотя, куда девать, если негативные эмоции всё равно присутствуют, их же так не получится уничтожить, как вирусы с помощью таблеток. Мы продолжим буквально через две минуты, оставайтесь. Дорогие друзья, мы продолжаем снова в прямом эфире. С вами я, редактор Светлана Вишнякова, и гость студии, врач-инфекционист детской инфекционной клинической больницы Галина Кричко. Мы говорим о сезонных вирусных заболеваниях, инфекционных заболеваниях, и в первом блоке мы остановились подробно на инфекционном мононуклеозе. Заболевание, которое сопровождаться может лихорадкой и увеличением лимфатических узлов, а это, конечно же, достаточно опасно. И, может быть, какие-то моменты родители не учитывают, когда их ребёнок начинает заболевать этой инфекцией. И вы, как врач, который успешно лечите этот вирус, можете подсказать или как-то сориентировать, как нужно родителю себя вести в первые, может быть, дни, когда ребёнок заболел. Да. Если ребёнку ставят диагноз инфекционный мононуклеоз, родителям важно понять, что любое инфекционное заболевание имеет этап в развитии. Это инкубационный период, продромальный разгар и выздоровление. И даже если он получает лечение, он всё равно пройдёт все эти этапы. А период разгара инфекционного мононуклеоза характеризуется длительно сохраняющейся лихорадкой. Ребёнок может лихорадить месяц, может лихорадить, но в случае лечения обычно 1-3 недели. Высокая лихорадка сохраняется дня 2-3, да, может до 5 дней. Ну, иногда, в некоторых случаях может дольше сохраняться, там, до 2 недель, да. Но это такое течение заболевания. В это время родители начинают паниковать, потому что мы знаем, по жизни мы все досталкиваемся с двумя типами лихорадки. Это вирусное, когда ребёнок лихорадит 3 дня, перестаёт, и всё нормально. И бактериальное, пока он лихорадит до тех пор, пока он не получит антибиотики, и потом перестаёт. При инфекционном мононуклеозе лихорадка будет всё равно, потому что такой вирус, который проникает в иммунную систему, приводит к её, как сказать, гиперреакции, и эти иммунные клетки, они начинают везде циркулировать. И вот этот иммунитет, он постоянно в напряжённом состоянии, а реакция, ну, температура, да, лихорадка, это иммунная реакция, и она будет, пока вот иммунитет в таком напряжённом состоянии. И это может сохраняться долго. Родители начинают паниковать, они думают, что лечение не помогает, что вот если они примут какой-то другой препарат, какую-то другую таблетку, получат какую-то волшебную систему, вот тогда всё прекратится. Но нет, прекратится тогда, когда заболевание пойдёт на спад. То есть через определённый период. Простите, что перебиваю, мы в прямом эфире, телефоны 3200-66-3211-66 для ваших вопросов, дорогие слушатели и зрители. А у нас уже есть один дозвонившийся. Алло, здравствуйте. Алло. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте, врачи, инфекционисты. Валерий Иванович, Хангаловский ул. Валерий Иванович, рада вас слышать, наш постоянный слушатель. Да, я вас голос тоже хочу, очень приятно послушать, Светлана. Наверное, самый лучший редактор ради этим, я так полагаю. Дай вам Бог здоровья крепко, спасибо. Я всё время вот жду ваша передачи. Я хотел бы, конечно, сказать, что это очень полезное дело, вот, врачи, инфекционисты уже принесли освещение в период, ребятишки болеют сильно. Но хотел бы задать вопрос Светлане. Светлана, в связи с событиями вот на Украине, в прямом эфире, вот, мнение их у тебя можно? Вы бы организовать могли такую передачу или нет? Валерий Иванович, спасибо вам большое за предложение. Я, конечно, с руководством непосредственно говорю, но и сейчас наверняка услышат. К сожалению, у нас сейчас тема другая, не могу поддержать ваш вопрос. Давайте продолжим про инфекционные заболевания, вирусные, сезонные. И, наверное, мы не сможем обойти ОРВИ, заболевание ОРВИ, потому что никуда они не делись. Хотя, кстати, актуальный вопрос, куда исчез грипп и почему он вдруг исчез, да, вот, обычный грипп, который, от которого мы прививались до пандемии. Сейчас как-то и пандемия утихла, вот, в связи с политической обстановкой, которую Валерий Иванович сейчас нам напомнил, да, но, тем не менее, никуда болезни не ушли. И мы сейчас живём и с коронавирусом, ОМИКРОН всё равно присутствует. Кстати, ОМИКРОН тоже точно так же, да, такие же симптомы относительно горла, покраснение горла. Да. И тоже его можно перепутать с ОРВИ, и кто-то говорит, что вот ОМИКРОН, это то же самое, что ОРВИ, потому что 7 дней он лечится, и вот, ну, так же, как обычный ОРВИ проходит. Ну, что мы поняли из того, что мы имеем по коронавирусу, да, что его мутирующие штаммы очень по-разному себя ведут, да, и по-разному протекают. Единственное, чего мы не знаем, все ли штаммы имеют те же отдалённые последствия, что и, ну, начальный коронавирус, которым проконтактировала, ну, вся Земля, да, потому что сам по себе коронавирус, даже у тех, у кого был перенесён бессимптомно, он может давать там отдалённые последствия, да. Да, проблема в коронавирусе вообще, как в явлении, мне кажется, не в том, что им много народу болеет, а в том, что он запускает какие-то предрасположенности к патологическим процессам, которые были в организме, да. Люди с перенесённым коронавирусом, которые вроде бы и не должны были бы так серьёзно болеть, вдруг получают какие-то серьёзные осложнения вроде там регулярных провалов памяти, как в Европе регистрируются, да. У нас, может, тоже есть, просто не регистрируются. Или там, в постоянном терморе рук, который тоже появился после перенесённого коронавируса, хотя и не должно было бы. Мне кажется, что он запускает вот эти вот все патологические реакции, да, в организме, к которым была предрасположенность. Единственный вопрос, будет ли после омикрона, который протекает, конечно, легче, чем какой-нибудь дельта-штамм, да, коронавируса, такие же отдалённые последствия или нет? Вот. Но если говорить про сезонные ОРВИ, то они все похожи между собой, да, они все имеют инкубационный период от двух суток до четырёх суток, но их много в этой группе, да. Это мы называем ОРВИ, острые респираторные вирусные инфекции Е. Там много вирусов. Это вирусы парагриппа, пяти или даже семи типов на сегодняшний день, аденовирус, риносенситиальный вирус, просто риновирус, то есть респираторно-сенситиальный вирус, просто риновирус, и вирусы гриппа А и Б. Есть ещё вирус гриппа С, но он эпидемиологически малозначим, потому что мало у кого вызывает заболевания. Если говорить о том, куда делся вирус гриппа, но он никуда не делся, он имеется. Просто вирусы по своей структуре, да, они, как сказать, там, где уже занято, им нет смысла распространяться, потому что уже на поражённых клетках они не смогут так активно, не смогут так активно размножаться, да. И поэтому кажется, что стало меньше гриппа. Да, его меньше стало, потому что его место занял коронавирус. Но как только, например, коронавируса станет меньше, опять будет подъём по какому-нибудь из вирусов, из группы ОРВИ, либо по гриппу. Гриппом болеют реже, поэтому болеют менее тяжело, плюс многие вакцинированные. Вакцина против гриппа очень эффективная, она помогает, да. Очень мало народу сейчас тяжело болеть с пневмонимой, как тогда, даже с факторами риска, да, при гриппе. Вот, поэтому... Сейчас мы получаем же сразу вот две вакцины, да, одна от коронавируса, вторая от гриппа. Вот, и сейчас уже для многих это будет вторая ревакцинация. Её также нужно делать через шесть месяцев и не затягивать. Всё верно, потому что кто-то говорит, что вторую вакцинацию лучше как-то там месяца через десять сделать, вы как врач, как считаете? Ну, вообще, по приказу, да, ревакцинируемся раз в год, как при гриппе. Но люди из группы риска ревакцинируются раз в полгода. Группа риска — это люди, которые имеют постоянный контакт по работе, да, с данным заболеванием. Люди, которые имеют постоянный контакт с большим количеством людей. Люди, которые работают в организованных детских коллективах, потому что там большая скучность народу, да. Или есть, например... Я, например, считаю, что люди, работающие в магазинах, это тоже люди из группы риска. Там такой огромный поток людей каждый день. В тым бы ревакцинироваться тоже раз в полгода, да. Потому что независимо от уровня антител, если постоянно контактировать с поверхностными антигенами возбудителя, иммунитет будет напряжённый, ему постоянно будут напоминать. Вот на это надо, если что, реагировать, да. И тогда он будет реагировать, когда он столкнётся с этим возбудителем уже целиком, а не только с его антигенами, да. Вот, ношение масок. Ещё есть люди, у которых это не то, что вызывает сомнения, что маска может защитить. Они просто смеются над теми, кто носит маски. Есть такие люди, допустим, в моём окружении, которые считают, что это просто кусочек ткани, который абсолютно ни от чего не защищает. Лично я считаю, что защищает, и я себя увереннее чувствую в маске. И в автобусе, и в общественных местах. Вы, как врач, как можете прокомментировать? Ну, это, если мы говорим про марлевые маски раньше, например, про испанки использовали. Если вы посмотрите старые фотографии вспышек, да, эпидемии гриппа в 20 веке, там использовали маски. Даже тогда люди уже понимали, что через чихание и кашля передаётся это. У марлевых масок, конечно, низковатая эффективность, да. Но это медицинские маски, которые сплетены таким образом, что они почти ничего не пропускают, да. Человек, который сам болеет, если он в маске, он снижает вероятность распространения на 50% практически, да. А если другой человек ещё в маске, то вероятность снижается, ну, на 95%, что заболеет тот, который не болеет, сидящий рядом с тем, кто болеет в маске. И оба они в масках сидят. Да, эффективность масок есть, и она доказана. Потому что если бы она не была доказана, в операционных бы до сих пор все без масок ходили. А там все ходят в масках. Даже не болеющие люди, у которых ничего не выделяется, которые регулярно сдают анализы, там, на мазок и зевы и носа, да, они тоже ходят в масках. Потому что постоянно что-то может находиться. И это уже, ну, такие старые исследования, если честно, их можно всегда поднять, просто их заново никто не исследует, потому что смысла нет, да. Мы же не будем в операционном запускать хирургов без масок и потом всем показывать, смотрите, тут все заболели, кто оперировался без масок, да, вот эти вот люди. Это старые исследования, да. Но раньше так и было. Раньше вообще всё было очень просто. Вскрывали умерших людей, потом шли, принимали роды. И такие, а почему вот детишки умирают от заболеваний, а потом поняли, что, оказывается, руки надо мыть после этого и перестали детишки умирать от заболеваний. У нас всё всегда было на вот, ну, на личном опыте, да. И со временем также было замечено, что если врач на операции защищает своё лицо, то меньше есть последствий послеоперационных, да. Рана, например, меньше, менее вероятно, что загноится, заживёт быстро и легко, даже если врач не болел. Поэтому, даже если поднять эти старые исследования, будет понятно, что маски – это эффективно, да. Да, вирусы маленькие, гораздо меньше, чем бактерии, но всё равно медицинская маска, ну, защищает, повышает вероятность защиты. Конечно, не на 100%, 100% никакой защиты нет, но повышает вероятность защиты, то есть уменьшает вероятность заболевания. Я тоже, я не понимаю, почему непонятно, да, или ты чихаешь и кашляешь, у тебя какая-то преграда, и не долетает это до человека, да, или ты защищаешь рукой, то есть на руке у тебя уже не будет, да, там слюны. Я не понимаю, почему, ну, вот некоторые люди пренебрегают, причём ношение маски вот правильно, вот так, да. Я тоже какое-то время, долгое время носила, пока привыкла к маскам, носила, только закрывала рот, почему-то. До меня очень долго доходило, что это совсем неэффективно. И когда в магазине ты, например, делаешь замечание кому-то, да, что вот, там, наденьте маску, или кто-то при тебе делает, очень часто люди реагируют агрессивно, хотя, в принципе, это же забота и о их здоровье в том числе. Мы сейчас прервёмся ещё на короткую рекламу, затем снова вернёмся в студию и продолжим говорить о том, как быть, оставаться здоровыми нам и тем, кто младше нас, нашим детям. Дорогие друзья, мы продолжаем прямой эфир. В нашей студии врач-инфекционист детско-инфекционной клинической больницы Галина Кричко. Мы говорим о том, как сохранить своё здоровье и как помочь себе и ребёнку, если вдруг какая-то инфекция коснулась вас или его. Мы сегодня подробно рассказали о таком заболевании, как инфекционный мононуклеоз, о том, как родителям реагировать на то, что у него есть определённый период, который нужно пережить, набраться терпения, если это заболевание в такой агрессивной форме проявляется. И наверняка, если у него такой большой период вот этой вот лихорадки, то здесь, наверное, без стационара не обойтись, что нужно, наверное, чтобы ребёнок был под присмотром врачей. Но, с другой стороны, и без мамы тоже как, да? Или там бы можно? Ну, с пятилетнего возраста, в принципе, если ребёнок самостоятельный, он может уже находиться в стационаре без родителей, там ещё от лихорадки зависит. Если у ребёнка температура 37, держится месяц, да, он особо не страдает, в принципе, он может и амбулаторно, да, то есть дома лечиться. Конечно, другое дело, если у ребёнка высокая лихорадка, долго держится, здесь уже деваться некуда, надо симптоматическую терапию проводить, да, надо помогать ребёнку справиться с интоксикацией, это система уже, да. Это внутривенные инъекции будут. Плюс, когда инфекционный мононуклеоз так протекает, с выраженным отёком миндали, на них налёты, на эти налёты, всегда практически наслаивается бактериальная инфекция, это значит, нужны антибактериальные препараты. Да, даже на амбулаторном этапе, скорее всего, почти всегда они требуются. И иногда, да, при инфекционном мононуклеозе сама по себе лихорадка поддерживается бактериями, когда начинают антибиотики принимать, лихорадка проходит, если она поддерживалась бактериями. Если было наслоение бактериальной инфекции, да. А вот так, да, если это такое лечение с затяжной лихорадкой, с высокой лихорадкой, это стационарная средняя степень тяжести, тяжёлый инфекционный мононуклеоз, конечно, нужно лечить в стационаре. Также он может поражать печень, поэтому тоже лучше со средней степенью тяжести тяжёлый в стационаре лежать, да, и наблюдаться там. Конечно, заболевание, которое так долго течёт, ну, или может протекать интенсивно, не всегда долго, иногда за две недели, там, за недельку всё проходит, да, современные методы лечения, всё-таки. Но всё же дети после перенесённого инфекционного мононуклеоза, они должны год наблюдаться, находиться на диспансерном учёте. На три месяца они освобождаются от физкультуры, потому что повышенная физическая активность может привести к разрыву селезёнки, если было увеличение селезёнки. Это грозное осложнение инфекционного мононуклеоза. Раз в три месяца дети должны сдавать анализы на печёночные маркёры, потому что, как я говорила, печень может поражаться, да, а трансаминазы надо сдавать, ЛТСТ в анализе крови и билирубин. И также инфекционный мононуклеоз может вызывать отдалённые последствия, не исключается его роль в развитии синдрома хронической усталости. Ну и известны его канцерогенные свойства, да, то есть люди, болевшие клинической формой выраженной инфекционного мононуклеоза, они, их большее количество среди, например, людей, заболевшие лимфомами, да, некоторых типов или злокачественными заболеваниями носа. Вот, ну, вот так вот. Вот, поэтому, если человек перенёс инфекционный мононуклеоз, да, если даже вот вы уже взрослый человек, вы перенесли когда-то инфекционный мононуклеоз... И даже им может человек уже не знать об этом. Ну, да. А если знает, то он должен внимательно относиться к своему здоровью, как бы вот... То есть такой синдром, такой усталости хронической, это может быть последствия вот этого заболевания, которое когда-то человек перенёс и даже мог не заметить? Ну, нет, обычно только у тех, кто явно перенёс. Тех, кто бессимптомно перенёс, у них такое маловероятно, да. Если говорить о укреплении здоровья, то вот мы во втором блоке говорили о ношении масок, о мытье рук, это всё понятно. И взрослые, ну, всё-таки мы можем как-то проконтролировать свои руки, да, и ношение масок на себе. За детьми сложно это сделать, сложно проконтролировать, и не всегда ты... Ну, ребёнок у тебя на виду, и ты можешь вот ему подсказать, и это и школа, и детский сад. И тогда неизбежно, что дети всё равно будут заражаться чаще. Да, ну, детям и нужно болеть, потому что, болея в детстве, они формируют свой иммунитет, который во взрослом возрасте их защищает от окружающей среды. Если ребёнок ничем не будет болеть в детстве, и будет выпустить его в возрослую жизнь, то он начнёт болеть там всем тем, чем должен был болеть в детстве. Вот люди говорят, был здоровый ребёнок, пошёл в детский сад, начал постоянно болеть. Да, он будет постоянно болеть до тех пор, пока он совсем не проконтактирует, всем не переболеет, и потом больше уже не будет. Вот то же самое будет, если ребёнка никуда не выпускать, ничем не давать болеть, да, и выпустить его потом во взрослую жизнь. Он будет взрослым, и он будет также болеть до тех пор, пока всем не переболеет, и хорошо, если ещё легко переболеет. Во взрослом возрасте тяжелее болеют люди. Мы с вами за кадром говорили о том, что дети психологические болезни переносят легче. Я, честно говоря, об этом забыла, потому что своих детей нет на примере, а про свое детство я уже забыла. Но я соглашаюсь, внутренне у меня есть отклик, потому что взрослые как-то больше паникуют, наверное, а дети, они же не понимают всей вот этой вот, да, такой проблемы. Дети в силу своей особенности, ну, легче относятся, да, они легче отвлекаются. Вот если взрослый болеет, ему плохо, да, его тошнит, у него болит голова, он ничего делать не может. Мы ещё можем прочитать и усугубить информационно. А ребёнок, он вот вроде ему плохо, но вы его чем-либо развеселили, и всё, у него уже настроение хорошее. Да, он пошёл побегал, поиграл, что-то покушал, всё как будто бы нормально. Он легче переносит это состояние, потому что они и по самочувствию как-то полегче это переносят, и психологически они легче это переносят, потому что они легче отвлекаются. А нужно ли как-то повышать иммунитет ребёнку, или это такое бесперспективное занятие, потому что он всё равно там будет болеть, все эти этапы будет проходить? Или же такие вот вещи, как закаливание, не могут всё-таки укрепить его здоровье? И как правильно закаливать ребёнка? Несомненно, мы забыли о пользе закаливания, да, сейчас. Мы вообще забываем о многих простых полезных вещах, да. Закаливание это является одной из простых, просто выполнимых, полезных вещей, которые действительно помогут поднять общую сопротивляемость организма, да. Как взрослые, так и дети могут закаливаться. Для детей закаливание следует начинать в комфортных условиях, да. Всегда важно, чтобы ребёнок на это реагировал позитивно. Если у ребёнка хорошее настроение, если это делается как веселье, как игра, да, и он не боится, то это ему поможет. А если ребёнок боится, он не хочет, он плачет, и при этом он ещё и переохлаждается, то да, он может ещё и заболеть от таких закаливаний. Также надо соблюдать постепенность. А что вот это в форме игры? Это что, проветривание комнаты до определённой температуры? Это обливание ребёнка? Или популярно ребёнка вообще выносить голову на мороз? Там смотришься иной раз в соцсетях, что делают родители, и как-то даже жутковато. Ну, может быть, эти родители уже прошли все остальные этапы закаливания, у них ребёнок закалённый, который так выносит, да. Главное, это чтобы было не вроде что-то «Вставай, сейчас я комнату открою, ты тут сидишь душно!» Вот, типа, вот знаете, с негативом, да, а чтобы это было позитивно. Давай проветрим, чтобы было чем подышать, ну, чтобы хорошо было, да, чтобы это преподавалось с позитивом, и ребёнок на это давал позитивный отклик, да. Сейчас мы будем тебя мыть холодной водой, потому что у нас такой вот вечно болеешь. Ну, нет, конечно, да, это никакой не позитивный получается настрой, да. А давай мы там, сейчас мы повеселимся, там, сделаем что-то такое, да, что поможет тебе потом не болеть, да, ты хочешь, давай, весело, да. Вот, ну, то есть это должно быть что-то позитивное, да. Когда ребёнка заставляют закаляться там и выгоняют его в мороз обливаться водой, ну, маловероятно, что это поможет ему закалиться. И сразу, если ребёнка выгонять на мороз обливаться водой, он так не закалится, он так только заболеет. Это должно быть постепенно. А воздушные процедуры, да, с прохладным воздухом в комнате. Ребёнок должен в обед спать, если он спит дома. В проветриваемой, хорошо проветриваемом оповещении, да, температура 18-20 градусов, зарядка вот в такой температуре, да, немного прохладный, свежий воздух, чтобы он всем этим дышал, прогулки на свежем воздухе. До четырёх часов два раза в день в старых рекомендациях написано, но это получается восемь часов в день, да. Ну, можно и не так много. Главное, чтобы ребёнок не переохлаждался, а просто, ну, наслаждался прогулкой, да. Это дети, конечно, сами не замечают, когда начинают переохлаждаться, поэтому надо смотреть. И постепенно принципы закаливания, это сначала мы там ручки протираем холодной водой, да, или только, ну, не холодной, а комнатной температуры, да, водой. Лицо умываем, потом водой попрохладнее, вода постепенно остаётся холоднее, площадь обработки тела больше, и вот потом уже, спустя время, он может и весь холодной водой, там, грубо говоря, обливаться, да. Или контрастный душ тоже. Контрастный душ – это как способ закаливания. На ослабленных детях, конечно, контраст должен быть меньше, это просто, ну, тёплая вода и прохладная вода. А на здоровых детях это прям, ну, вода температуры где-то 18 градусов и 38 градусов, то есть тёплая и, ну, холодная, да, чуть-чуть холоднее, чем комнатная температура, 18 градусов, да, ощущается, как. То есть вот такие чередования. Закаливание действительно помогает организму окрепнуть, любому организму. Ну, если, конечно, нет строгих противопоказаний, с пневмонией не надо идти закаливаться, это сейчас уже не поможет, надо сначала пневмонию вылечить, да, и потом уже закаливаться, чтобы не завалять пневмонией. Витамины насколько важны и какой витамин обязателен для ребёнка в наших условиях северных, давайте. Да, на сегодняшний день мы все знаем уже, наверное, да, после коронавируса, что витамин D очень нужен. В наших северных условиях витамин D вырабатывается при контакте человека со светом солнечным. У нас солнечного света нет 8 месяцев, 9 месяцев в году нет. Даже когда солнце есть на небе, оно закрыто вот этими тучами, да, оно в недостаточном количестве достигает кожных покровов, плюс мы постоянно одеты и ходим. Тут почти всегда прохладно, да. Мы только летом в жаркие месяцы ходим раздетые, контактируем, у нас вырабатывается такое большое количество витамина D. Поэтому в наших условиях практически круглый год витамин D можно принимать и практически в любом возрасте. Прочие витамины, их эффективность для профилактики не доказана. Их эффективность доказана только в случаях, когда острый их дефицит есть или какие-то тяжёлые состояния, при которых... Об этом можно узнать, если пойти издать анализ и посмотреть, каких витаминов не хватает. Простите, что я вас перебиваю, время эфира подошло к концу. Спасибо вам большое за то, что вы сегодня были в нашей студии и помогли нам с советами, как быть и оставаться здоровыми и взрослым, и детям. Слушателям и зрителям спасибо за внимание. Всех женщин с наступающим праздником. И берегите себя и своих близких. Всем здоровья.